я вас всех приветствую господа и сегодня мы с вами приготовим интересную такую вещь под названием сухпай сухпай буду готовить борщевой скажем так сухпайок который можно использовать собственно на природе либо же где-то других местах ну я такие сухпай как правило делаю именно для рыбалки для того чтобы допустим где-нибудь перекусить на самом деле технологии бы это я нашел делали сухпай для наших военных и собственно с помощью сублимации да с помощью высушивания овощей делались такие наборы сухие и собственно это были супы вот ну поэтому сегодня я вам покажу как готовится собственно борщ который можно держать ну до года так точно а может быть даже и два хотя опять же такие вещи долго не хранятся поэтому поехали к когда-нибудь пробовали такие вещи как мивина лапша быстрое приготовление также продаются вот такие вот супчики всякие да типа горячей кружки там всякое такое но тут присутствуют интересные такие ингредиенты под названием там ешечки там прочее 10 я буду готовить без ешечки без всяких консервантов поэтому это будет натур продукт так но из ингредиентов у нас что в первую очередь и картошка 1 луковица 2 морковки куряк 3 штучки 2 озвучка чеснока такая вот молоденькая капусточка сахарок зелень у нас петрушки зелень укропа 1 пачка томатной пасты и 2 кубика бульона так ну первое дело нам нужно готовить собственно нашу форму для сушить и буду с помощью на пергаменте так вставляем первое дело мы берем лучок лук мы нарежем кубиками как на борщ можно мелко нарезать потому что так она быстрее просушиться у нас так луки нарезал отправляем сюда нужно сразу распотрошить чтобы он хорошо просыхал сразу же сюда добавляем чеснок поскольку у нас это будет две порции ну я имею ввиду борща то я все делаю именно две порции сюда чеснок и это у нас первый поддон готов на второй поддон нашинкуем капусты из расчета опять же говорю у нас это супой будет на две порции так нашинкуем я думаю такой головки были достаточно капусту я нашинковал теперь нужно ее расправить так по всей поверхности нашей формы кусок нужно убрать капуста в принципе опять же еще раз с учетом того что это будет две порции я думаю что столько капусты сюда хватит следующим у нас идет картошка картошку нужно нарезать достаточно мелко почему потому что она должна хорошо высушиться поэтому я нарезаю кругляшками так и отправляем в дробилку такие небольшие кубики будут такие небольшие кубики так же отправляем на другую форму для сушки расправим хорошо просушилась делаем это с помощью агрегата берем очередную форму это все сюда высыпаем теперь мы загружаем сушку и первым делом у нас идет на первое место ты картошка затем буряк с морковью затем идет лук и капуста все это закрываем включаем сушку на 70 градусов это 70-75 максимум и оставляем сушиться где-то на часов 5-6 прошло 4 часа я картошку переставил наверх она в принципе уже высоко капуста в принципе тоже высоко кусочки морковки ну еще надо ехать, конечно, часа под 1-2 посушица мук тоже почти высоко а вот морковь тоже надо ехать сушить корсуна ну 4-4 часа я думаю, что часа 2-2,5 надо подержать ждем так, ну прошло 7 часов в принципе готово вот такая вот у нас картошечка вышла такой лук у нас вышел такая вот капуста вышла и вот такой буряк с морковью вышел в принципе он полностью сухой можно запаковывать берем агрегат вакууматор сначала запаяем в одну сторону готово но отрежу где-то столько наверно вот так вот пакетик будет в пакет в первую очередь я закладываю в картошку в следующем туда забрасываем лук вот так уходит вот так вот уходит дальше у нас идет капуста остатки тоже важны остатки тоже важны затем убьет морковь с буряком сюда же в пакет и добавлю зелени она у меня уже готовая купленная петрушки чуть-чуть и добавим чуть-чуть и пропа сушеного супер теперь заложим сюда остальные ингредиенты это у нас томатная паста два кубика с бульоном и два пакетика сахара берем вакууматор и запаковываем и запаковываем готово вот такой вот пакет получился у нас как я уже говорил данный продукт можно использовать как на природе так и дома в случае чрезвычайных происшествий готовится данный пакет на самом деле очень просто распаковывается добавляются ингредиенты в воду кипящую варятся где-то приблизительно 5 минут добавляется туда томатная паста сахар в куску ну и кубики да можно также в принципе приготовить это еще и с мясом то есть в принципе засушить мясо но я этого не делаю почему потому что есть кубики есть собственно продукт под названием джерки который я готовил в прошлом видео на этом все всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok